сегодня хотелось бы поговорить о такой вопросе как празднование нового года то есть это по григорианскому летоисчислению ну и другие про других таких чуждых исламу традициях то есть потому что это новый год он никак не связан с исламом и вообще с небесными религиями если обратить внимание то что его наиболее где празднование всегда и празднуют скажем советском союзе где когда там все другие религиозные праздники отменили там уничтожали веру жилию но новый год активно праздновали и точно так сейчас например в китае допустим да то есть он где-то или какого-то язычества и кого-то сатанизма то есть из-за такого из какой-то темноты этот праздник выходит поэтому никакого отношения к исламу не имеет поэтому от таких вещей желательно держаться как можно подальше он несчастный лже патриот усердно побуждающий и толкающий мусульман приходящему миру и насильно направляющий их к чужому искусству и культуре культуре которая бескультурная культура на вас на самом деле да то есть смотри пусть не разорвутся связи некоторых представителей этой нации с верой если так глупо и слепо насильно разорвать связи некоторых людей с верой и религией тогда они оставшись без веры нанесут вред общественной жизни подобно смертельному яду ибо отрекшись от веры безбожный человек полностью теряет совесть становится травой для общественной жизни именно поэтому мусульманское право гласит что вероотступник который от ислама ушел не имеет права на жизнь а не мусульманин если он земли или заключил мир имеет право на жизнь и это является одним из предписаний шариата то есть это в когда если есть исламское государство и так далее почему потому что например человек который был в исламе и потом оставил его у него не останется никаких моральных принципов вообще тому же по ханафитскому масабу свидетельство не мусульмана земли применим принимается кто живет в исламской как в стране это налоги выплачивать тогда как свидетельство отрекшегося от веры мусульмане неприемлемо так как он является изменником то есть потому что когда например скажем молоко испортится его еще можно как-то использовать там перекипятить может но если испортится масло остановится как яд точно так же если мусульмане отойдет от твоей от своей религии он что делать становится хуже чем любой другой человек потому что на мере больше такого света как права мухаммада сам соки доводов доказательств он зная истину и оставить то уже его ничем не исправишь кроме абсолютного страха там или подкупа то есть его исправить невозможно только так и управлять там напугать и так далее поэтому она удивляется скажем допустим да некоторые почему там скажем некоторые мусульмане там совершают некоторых странах или преступления там потому что атащач от ислама мусульманин него только название осталось и сама у хуже становится чем любит любые другие люди люди когда и пытаются мусульмана вот эти вещи на навязать то нового там и так далее скажем даже в дагестане проводили там опрос какую елку они хотят на на площади как будто в столице дагестане мусульманская страна когда религион какую именно елку они хотят а вообще у них спросили кто-то сделал опрос вообще хотят ли они эту елку там иметь или хотят они или там памятник ленина безбожника даджао который да своеобразный иметь на план красной площади на у себя на площади главный никто не спросил насильно навязывают пьянство распутство потом такие люди которые в исламе находясь от него отходят становится хуже других и результаты соответствующий он несчастный заблудчий человек не обманывайся глядя на множество забудших порочных людей и не говори мысли большинства схожи с моими ведь порочный человек не вошел в грех стремясь непосредственно к нему а скорее он впал этот грех и не может выйти из него нет ни одного грешника который бы не желал быть добродетельным и видеть своего руководителя богобоязнен если только он дал сохранить аллах отрекшись от веры не потерял свою совесть и как змея не наслаждается своим укусом некоторые из создания в виде человека который к совершать что-то плохое получает наслаждение как змея вот она у нее яд на каплю она кого кусает получает наслаждение если вашей целью принудительном подталкивание верующих к безнравственной культуре то есть вроде бы культура продавшиеся там этой европе да но безнравственная то есть что она людям побуждает пьянству к распутству чтобы люди как ходили например голые пол голые там совершали ваши грехи даже никакой культуры на самом деле нет в этом безнравственная культура является обеспечение порядка если вы этим пытаетесь обеспечить порядок безопасности и легкого управления в стране то твердо знаете что вы допускаете ошибку и направляете их по неправильному пути и вообще сами тоже по неправильному пути идете ибо управление сотни порочных людей у которых нет определенных убеждений и разрушена нравственность и обеспечение порядка и безопасность из них намного труднее нежели управление тысячами верующих таким образом основываясь на этом последователи ислама не нуждается в том чтобы их побуждали и подталкивали приходящему миру и к стремлению обрести его прогресс и порядок обеспечивается не этим скорее они нуждаются в урегулировании своих проблем и установление внутреннего согласия и доверия а также в облегчении принципа взаимопомощи а это можно решить при помощи святых приписаний веры благочестия и серьезности в их соблюдении то есть имена что идет от подражания вот этим неправильным каким-то европейским ценностям да все вот эти вот проблемы и так далее но не поймите меня неправильно то здесь две европы я не обращаюсь в той европе которая получил процветание от истинной религии и алиссалям поддерживает всего придерживаться всего что полезно для общественной жизни людей и наук служащих справедливости истины а обращаясь ко второй испорченной европе европе которая вам браке материалистической философии воспринимает скверную греховную сторону культуры как блага и подталкивает человечество к распутству и заблуждению знаешь во вторая европа ты держишь что своей правой руке порочную заблудчую философии а в левой распутную пагубную культуру и утверждаешь что человеческое счастье заключено в них пусть отсохнут две твои эти руки и пусть из двоих скверных подарков обрушится на твою голову что таки будет то есть наверное смотреть сейчас некоторые европейские надо вымирает еще почему вот это же их не распутство заблуждение самоубийство очень много мир семей нету никаких нормальных пьянство распутство наркомане на их нижего у вас обрушилась получается их нет это никому не нужная культура безнравственная он несчастный дух распространяющий неверие и неблагодарность разве возможно чтобы человек был счастлив если его физическое тело находится в обманчивом окружении украшений и богатств тогда как и душой и совестью и разумом и сердцем он находится среди ужасных несчастья и страданий и можно ли назвать его счастливым разве ты не видишь что огорчение человека из-за незначительного дела или крушение его надежд из-за каких-нибудь воображаемых желаний или разочарование из-за незначительные проблемы делает горькими его сладкие мечты думаю о сейчас новый год что там произойдет потом смотрит после нас и ничего не произошло они какие-то незначительные наслаждения не успел получить они уходят молодость уходит жизнь уходит огорчение одни временное обезболивание духовных ран людей только а как их можно исцелить только с верой твердым убеждением то есть человек когда что знает о существовании всевышнего знает о существовании рая тогда он становится счастливым а без веры что даже приятные состояния превращается в мучение и мир становится для него узкой темницей между тем какое счастье ты можешь принести этому бедному человеку если вследствие твоей злополучности он вкусил удары заблуждения самых сокровенных уголках своего сердца приписывает создание сущного там природе случайности всякой ерунде конечно же будет мучиться и в основе своей души из-за этого заблуждения оборвали все его чаяния желания намерения от чего возникли все его страдания интересно можно ли назвать счастливым человека тело которого находится в приходящем ложном раю его сердце и душа испытывает муки ада так ты сбилась пути несчастное человечество и в некой мнимом раю ты заставляешь его переносить адские муки у европа испорченное распутством и заблуждением и оторвающий от религии салей салям ты наподобие доджала антихриста своей одноглазой слепой гениальностью давать человечество и душе адское состояние то есть одноглазый почему на мир доджала еще одноглазый что он будет полностью отрицать вечный мир то есть один только глаз только видит этот мир который тогда как уран видит оба мира то есть и мир вечный и мир этот позднее ты поняла что это неизлечимая болезнь низового человека с высшего состояния самое лучшее как создание в самое низшее состояние и опускаете его на самый низкий животный уровень лекарства от этой болезни которые ты нашла являются твои привлекательные игрушки одурманивающие страсти и фантазии которые на время дается было и забыться человеку то есть они не дают человеку исцеление духовных ран наши духовные раны человечества человек каждого отдельно возможно только с познанием алого вечного мира исцелить пусть они обрушатся на твою голову и это будет так на самом деле вот да сейчас мы видим что вот это все распутство уничтожает эту же европу без войны кого-то и люди умирает плюс а как нация таким образом открытый тобой путь для человечества и данное тобой счастье подобно этому приведенному примеру о дети этой страны тысячи проклятий и сожалений впавшем в заблуждение и следующим за идолами и материалистическими убеждениями чужеземцев слепо подражая им с обращаясь к мусульманам говорит какие-то эти материализм всякие глупостями не стремитесь подражать европейцам именно тем порочным имеется европейцы после такой вражды и зла который подчиняла вам европа каким умом вы подражаете их распутству ложным идеям и доверяете им нет нет следуя за ними в бездравственности вы не просто подражаете они осознанно встаете в их ряды и губите самих себя и своих братьев очнитесь ибо бездравственно следуя за ними вы лжете говоря о своем патриотизме ибо такое следование за ними являясь и приближением к своему народу и насмешкой над наций а данного и якум или ассирот или муста ким пусть аллах поведет нас и вас по прямому пути аминь субхана каля альмирана илля ма аллантана иннака антен алиман хаким вальхамду лилляхи аминь а